От него убегала каша, изгоревший безбожно кофе. Он существенно был постарше, у неё был точёный профиль. Он был вечно в своей работе, гигабайты качал глазами, были взлёты на горизонте, был за пазухой тяжкий камень. Он тонул в ежедневных думах, был стратегом вполне опасным, и она рядом с ним тонула. В этом взгляде, как утро ясно. Вечерами они смеялись и шатались по старым скверам, обнимались и целовались, как и сотни других, наверное. Он мог с ней рассекать по лужам, украшать себя сладкой ватой, и мог, забыв про покой и ужин, танцевать под музон отвратный. Он мог прыгнуть хоть с парашютом, мог залезть на любую гору, только к ней все его маршруты, невзирая на светофоры. Он смотрел на её запястья, гладил шёлк её нежной кожи, в ней он видел кусочек счастья и казался себе моложе. Но они расставались в десять. Каждый шёл по своим квартирам, не пытаясь вину повесить за неточности в их пунктирах. Ей лететь огоньком несмелым два квартала домов скривлённых. Майский сад осыпает белым. Но каких-то других влюблённых. Она будет в окне широком любоваться немым закатом и в компании с Сашей Блоком запевать тишину мускатом. Или включит себе погромче музыкальную мини-драму, понимаешь? И всё так дольче. Есть у каждого в сердце раны. Ну а он, поднимаясь выше, слышит запах котлет горелых. И становится радость тише в состояниях перманентных. Есть жена. И она устала. Дочка курит. У сына двойка. Тёща с дачи уже достала эта жизнь, как рубец глубокий. Словно мухи на липкой ленте, эти люди в своей рутине зависают в одном моменте, и самим же потом против. И, казалось бы, всё так просто. Он ушёл бы, но что-то держит в этом быте не очень броском и лишённом порой надежды. Может, это его привычка? Может, зона его комфорта? А быть может, он на отлично исполняет свою работу. Он ответственно держит спину, проявляет свою заботу. Он надёжный, как сталь, мужчина. Не испортить его породу. Только это совсем не точно. Здесь особые есть приметы. Проверяя себя на прочность, он нашёл потруднее ответы. Что ути? Это очень просто. Это сказочку сделать былью. Через месяц в руках все звёзды покрываются звёздной пылью. Через год станет пресным ужин. Через два – подкорядка лет. Через три рассекать по лужам станет очень дурной приметой. Через пять лет она устанет. Через восемь – у сына двойка. Время женщин на раз меняет. Будет в точности так же горько. И зачем им такие труды? Пусть останется всё на месте. Пока яркие с ней закаты, они будут прощаться в десять. Она будет его секретом. Сокровенным кусочком счастья. Он загадочным станет светом, согревавшим её запястье. Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok